Здравствуйте, друзья! Вы уже слышали о мэрии Якутска с Орданиев-Ксентьевой, которая голосовала против поправок Конституции, а потом еще выиграла выборы у Единой России. Так вот, теперь она пошла дальше. Стала снимать плакаты Путина, отобрала у чиновников иномарки и выставила на продажу здание администрации. Почему у всех висит Путин, а у вас СССР? Ничего крамольного в этом совершенно нет, и отрицания никакого здесь нет. Но просто я подумала, что я должна себе постоянно, каждый день, по нескольку раз напоминать, кто у меня работодатель. Вот и все. Это такая напоминалочка, если хотите. Вы проголосовали против поправок Конституции на общем референдуме. Я прям получаюсь, какой-то такой персонаж вечно отрицала. Баба Игорь против. Против всего, да? Да. Вы проголосовали, этот бюллетень, значит, все видели, но вам опять за это ничего не было? Ну, пока не было, кто ж знает-то. Ну, вам не страшно за себя? Да нет, а что со мной сделают? Я же у себя дома в родном городе. Если на нее сейчас попробуют повесить какое-то уголовное дело, то выйдет весь Якутск. Будет то же самое, что сейчас происходит в Хабаровске. В должностных инструкциях у меня ничего не написано. У меня есть устав города Якутска, где не написано, что я должна консультироваться по тем иным вопросам. А если серьезно, органы местного самоуправления, они независимы в своей деятельности. А вот, посмотрите, она выставила на продажу здание мэрии, содержание которого обходится 32 миллиона рублей каждый год. И на Авито. Но суть та же. Здание городской администрации теперь можно купить. Сегодня совместно мы приняли окончательное решение. Начинаем готовить к продаже здания мэрии. Сначала на проспекте, чуть позже на Октябрьской и Гоголе. Продают, потому что обслуживать очень дорого. Если быть точным, мэрия обходится в 32 миллиона рублей в год. Вместо гигантского здания в центре построят поменьше и подальше. Туда все чиновники Якутска и переедут. Если проанализировать по всем структурным подразделениям, по всем задачам, которые решает окружная администрация, это непозволимая роскошь и, значит, неэффективность. Поэтому с этим надо бороться. И один из вариантов, конечно, он на системном уровне собрать всех в одном здании. А в центре откроют маленький фронт-офис для приема жителей, чтобы им было удобно добираться. Но в чем тогда выгода? Получается, два здания вместо одного. Но у мэра Сардана Фксентьева есть ответ и на это. В Инстаграме она уточнила, что сейчас на балансе администрации больше десятка зданий, а останется всего два. Видимо, к продаже готовят и другие подразделения. Я отношусь к этому очень положительно. Считаю это очень правильным решением. Как думаете, сэкономили на средства, на что нужно пустить, вообще на что они пойдут? Ну, конечно, мне кажется, на расселение нужно пустить, на социальные какие-то программы нужно пустить, на поддержку индивидуальных предпринимателей, молодых специалистов. Ну, как-то так. Люди формируют бюджет города Якутска и все вместе должны принимать решение, что является для того или иного города приоритетным, как мы будем эти общие деньги тратить. Представляете, как путинские шакалы сейчас бесятся от того, что деньги из бюджета все-таки дойдут до обычных людей. Решение принимали по продаже дорогих внедорожников. Мы принимали решение о снижении проезда в автобусах. Отказ от банкетов и отказ от дорогих представлений, и отказ от дорогих автомобилей – это позиция. Люди не хотят этого видеть, они не хотят, чтобы вот это вот излишнее роскошество на фоне того, что у нас там школы в аварийном состоянии, там того не хватает, этого не хватает. Ну, считайте популизмом, ну, пусть будет так. Ну, это сигналы всем, и в том числе остальным моим коллегам, которые работают в стенах этого здания. Про вас говорили, Сардана сделала Единую Россию на выборах. Вот дословная была цитата. Это кто что хотел, тот в то и вложил. Я не оппозиция. У меня просто есть какая-то своя иная точка зрения, своя какая-то иная программа, которая была поддержана людьми. Это не означает, что я против Единой России, или я там против коммунистов, или наоборот за тех и других. Я прекрасно общаюсь с теми и с другими. У нас кто против Единой России, тот плохо заканчивает. Не исключено. На уровне предвыборной кампании вас часто обвиняют в том, что вы популистка. Вот ваше предвыборное обещание. Сократить расходы на городской аппарат, уволить сомнительных чиновников и подрядчиков, распродать записанные на мэрию дорогие автомобили, отменить ожидавшийся тогда новогодний миллионный корпоратив. Что из этого вы действительно сделали, став мэром? Новогодний корпоратив мы отменили, машины мы распродали, с определенной частью чиновников мы расстались, с подрядчиками сейчас у нас разговор более суровый. Расторжения договоров тоже были. Ну, с чиновниками, равно как и с подрядчиками, это вопрос не одного дня, работать надо постоянно. Я считаю, что если в городе плохие дороги, это не значит, что надо пересаживаться в дорогие внедорожники. Это говорит о том, что надо дороги делать. Это не вырабатывалось как курс, это вырабатывалось как естественное поведение. Абсолютно естественное поведение, потому что мы же, ну, я живу в этом городе, я хожу по этим улицам, я хожу в те же самые магазины, да, у меня, все мои родные живут в этих же самых многоквартирных домах, в которых есть там столько вот вопросов по их обслуживанию, да. Как я поняла, застройщик купил землю, и как частное лицо под ИЖС построил вот эти многоквартирки и продал нам. Блокированные дома, где-то, кто-то. Ну, что я могу сказать, мои хорошие? Если как частный, он построил, то гарантийных обязательств не имеют. Мне 48 лет, и я поняла, что я могу что-то сделать для родного города. Когда ты становишься чуть старше, у тебя уже меньше вот этих вот текущих каких-то бытовых проблем, вот мысли о чем-то главном, боюсь показаться высокопарным, да, человеком, но они выходят как-то на более передний план. Ходит мэр без всякой охраны, сравните это с хабаровским оленем, который на свою защиту пытался выделить 33 миллиона рублей. Сейчас его, правда, высмеяли, тендер этот вроде как отменили. Это уникальное событие, когда жильцы, жильцы сами собираются и сами оценивают труд чиновников. Огромное еще раз спасибо всем. Спасибо большое. Все решает человек. Все решает человек. И сейчас я в Инстаграме постоянно ставлю этот хэштег «Все решает человек». Потому что я считаю, что мы сами ответственны за свою судьбу, и каждый житель города Якутска должен принимать непосредственное участие в том, как мы обустраиваем свою жизнь, какие решения мы принимаем. И более того, я изначально всегда говорила, и сейчас повторяю, что я считаю горожан моими работодателями, которые сами, проведя конкурс, коими являются выборы, например, вот из нескольких кандидатов выбрали меня, заключили со мной трудовой контракт на 5 лет, и я, собственно говоря, им подотчетна. Я знаю, что я несу прямую ответственность перед моими избирателями, перед моими работодателями, жителями города Якутска. Мы сейчас пересматриваем систему закупок в целом. Вот буквально сегодня опять разговаривали относительно того, что внимательнее нужно относиться к формированию технических заданий. Все же с них начинается. Мы говорим о том, что нам нужно еще раз посмотреть все муниципальные программы на предмет, все-таки могут где-то быть лишние мероприятия или неэффективные какие-то вещи, а может быть и нужные вещи, но которые могут подождать немножко. Конечно, мои действия могут кому-то не нравиться. Мы же понимаем это. Я уверен, что путинское ОПГ уже кусает локти и подумывает, что с ним можно сделать. Проблема только в том, что на Сергея Фургале они уже зубы себе обломали. Если сейчас на нее повесят какое-то уголовное дело, то начнутся точно такие же протесты, какие идут в Хабаровске.